Доченька, а ты уроки сделаешь? Я читаю, потом сделаю. Знаю я, что ты там читаешь. Опять в свою китайскую муть упала. Не-не-не, я это, по учебе. Готовлюсь к литературе. Ну да, конечно. Ну, пап, ну правда. Вот, сказка о царе Селяне. Салтане. Пушкин, значит. Ну? Ох, отстал. Еще один домик, поспать. А, сказку Пушкина и так все помнит. Там же сложно забудется. А на следующее утро. Так, проверю, вы учили ли вы Замы. Доске пойдет, пойдет. Скрипкина. Черт, ничего не помню. Ладно, так выкручусь. Сказка о царе Селяне. Салтане. Точно. Три девицы пред дворцом культивируют, как могут, в общем, так и культивируют. Подожди. Это девочки или мальчики? Да. Кабы я была царица, мол, ведь первая девица, я в земные гребеня не каталась бы зазря. Кабы я была царица, говорит вторая девица, я б поела души, а потом под кутиши. Кабы был бы я девицей, то поймал бы демоницу. Я в небесы обратился, я в подземный мир спустился. Воу-воу-воу, я уже запутался. Это нормально. Во все время разговора Пай стоял позади забора. Он решил попринься ему, прям скажем, внутрь. Стал небесным он царем, секретарша тоже при нем. Все ему покорно служат, даже черновод не тужат. И небесный секретарь рассказал, что есть лунтарь. Демон категории высшей на тропу в любови вышел. Ему нужен светлый принц позарезать, хоть удались. Он готов ему служить, чистить дом, борщи варить. Как-то многовато персонажей. Это даже не половина. Ну так вот. Не пущая в Пайсе нянек, приставил к нему нянек, чтобы принца берегли, чтобы честь его блюли. И теперь кормой горя, два каких-то упыря следуют селями вслед. Добавляя этим вверх. У них лед, что ли, нет? Это кормичные персонажи второго плана. У них даже мерчат. У Альчан придумал план, чтобы рожать тупой капкан. Испоцаривая пике, умыкнул он человека. Дракон! Чтобы нам с тобой встречаться, надо много приключаться. Волго-встромный хуачев, так и себя не взял он в плен. Говорил это, постой, в свете вот какое чудо. На болоте демон есть, съел людей он, что не счесть. Вежим психоистеричка, не буду пробовать с личкой. Его надо приструнить, а не выйдет, так убить. Подожди, подожди. А там вот вначале еще люди были, они куда делись? А, эти? А они другое стекло кушают. Там же вот какое чудо. Есть там брат, зовут Шиуту. Он в бескрайних своих водах что-то типа Посейдона. Младше у него есть брат, что на платьюшке богат. Чтобы младше спасти, правки надо бы навнести. Прямо судьбу Шиуту сразу не воргая даже глазом. У другого же стеклятел и на брата усменял. Ветерок живет, не дружит, с девушкой какой-то дружит. Выясняется, она, таща, выкрала судьба. И вообще, есть умных вод, это дядька Черновод. Месть свою копил годами, по квитаться, чтоб с врагами. Братья в воду заманил и тихончик прибил. Но не всех, а лишь желудок. Ветер выжил, вот же чудо. Так, то есть он ненавидел, но дружил с ним, чтобы втереться в доверие, чтобы совершить месть. Но месть была неполной, если бы персонаж его украденной судьбой не страдал. Да и вообще, зачем убивать? Они же типа друзья, так? Я вижу, суть вы уловили. Ладно, а что там с истеричкой? На болоте трон стоит, и зеленый свет горит. Там тюжун гостям не рад, потому что это брат. Стоп! Кто брат? Чей брат? Что за индейский фильм? Я уже ничего не понимаю. Беленький брат зелененького, а красненький об этом знал. Вот и прилет. Но сейчас там будет грамма и стекло. А покороче можно? Можно. Там, короче, вскрылось все. Кто кого убил, кто все. И пока тюжун орал, у Ачен его вкарал. А селяет опять весь в белом, в диалоге неумелом. Все же вдруг сказал спасибо. У Ачен маркнул и гривой. Ясно, понятно. А с улбакой что? И секретарем? Война в мире также правит. Лень ему все в байке травит. Два тогдашних упыряют, дружат. Но лишь втихаря. А по радио богов слух пошел. Селяли готов даже с демоном якшаться, чтобы назад возвращаться. Война тихонечко звереет. План товар на его зреет. Что там дальше не узнала? Я еще не дочитала. Это все, конечно, интересно. Но Пушкин-то тут где? Если я туда Пушкина добавлю, это уже фарфик получится. Что? Ну, не помню я. Садись. Два. Но я же зато в стихах рассказала. Ладно. Три. Ну, я могу вот про самого Пушкина. Тоже в стихах? Ну, давай посмотрим. Зная взрослые и дети, был такой поэт на свете. Александр, значит, Пушкин, из поэта самого лучшего. Много сказок он писал и про няню рассказал. Щоболь был и светский лев. Вроде много был дев. В 113-й была славная жена. Но на этот интерес покусился Жорж Тантес. Дальше был без сюрпризов. Поступил в дурельный вызов. И, придя на Черную речку, Пушкин допустил осечку. Очень было все трагично. Кровенно тепло прилично. Покидает не спеша Пушкина его душа. Жорж Тантес над ним горюет. Может, даже глупцы роет. Руки, горь, глаза в глаза. Одинокая слеза. Стоп! Дорогая, бога ради. Не расстраивай ты, дядя. Классику не трожь, молю. Я тебе совет даю. Ты читай своих китайцев. А святому дай остаться. Без каких-то передел. Я пойду. Иди отсюда. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok